Всем привет! Это снова я, и как я обещала, я хочу вам рассказать о нашей дружбе с Найкой. Честно, я не знаю даже с чего начать, потому что это моя тема, очень много надо говорить по поводу этого, но я постараюсь вкратце рассказать, как у нас что завязалось, как мы вообще познакомились и так далее и тому подобное. И почему я решила и уверена на 100%, что мы с ней навечно, ну, по крайней мере, пока живем, пока вот живем, пока у нас семья будет, у кого-то есть уже, то есть, ну, что мы с ней на всю жизнь, и это так, действительно так. Так, начну с того, что познакомились мы в колледже в Ленина, где я училась, она тоже там училась, только она училась в А-группе, она, получается, учитель английского, немецкого, вот этого всего, а я воспитатель, я в А-группе училась, познакомились мы с ней очень странным образом, я, получается, у меня была Настя, тоже там подруга, она жила с ней в этой комнате, у них случился конфликт. Я, естественно, я такой человек, пошла их, типа, мирить, разобраться, что, как, почему так поступило, типа, да, потому что Настя плакала, не моя Ная, а просто Настя. Плакала, переживала, ну, пошли мы с ней мириться. Вот стояли, и сейчас они разговаривают, Настя и Ная разговаривают, а я стою и на Найку смотрю, и вот просто смотрю, и что-то мне такое показалось родное, и смотрю, и вот рассматриваю ее лицо, ее фигуру, да, там, ее манеру, как она говорит. Потом начала говорить Настя, и Найка моя начала смотреть так же на меня, как и я на нее. То есть это так очень, так все странно. Вот, и потом, ну, начались у нас с ней просто беседы, приходить в гости друг к другу начали, хотя о дружбе даже и речи не могло идти у нас между собой, и у нас было просто общение. У меня была подруга, точнее, тогда я думала, что это подруга, а на данный момент это была, на данный момент я понимаю, что это была просто как поддержка, просто как человек, который меня научил, многому феня. Вот, я думала, что это моя лучшая подруга будет, останется, но нет, я ошиблась. Я много ошиблась в этом плане. И у меня была феня, а у Найки была подруга тоже, Эльза звали ее. И мы были просто, ну, просто как знакомые, общались, и ничего такого не было, там, искр каких-то дружеских или там всякого чего. Мы просто понимали друг друга с Настей. И получается так, что мы начали открывать друг другу саму суть себя. Я открывала ей свою суть, она открывала мне свою. И мы понимали, что у нас очень много моментов, которые связывают нас именно вместе, каких-то, может быть, жизненных ситуаций, там, связанных с родителями. У нас много связано с родителями, много связано с нашей болью, с нашими переживаниями. Тогда, в детстве, мы об этом узнали в ходе нашего общения, что у нас много общего. У нас даже танцы одинаковые, абсолютно одинаковые. Даже когда мы начали танцевать, и в клубах вместе, да, там, на дискотеках, все думали, что я училась у нее, а она училась у меня. То есть получилось так, что у нас много таких моментов общих. Действительно, как будто мы жили одной жизнью на протяжении долгих лет. И даже шрам у меня, вот шрам вот здесь над губой, у меня шрам у нее точно такой же, как и у меня. Точно такой же. Прямо вот вообще мы когда увидели это вообще. Потом у нас общее то, что мы, когда мы радостные, мы пищим. То есть, ну, вот, например, если я что-то вспомню сейчас хорошее, я начну там, ну, вот радоваться. Вот, например, бусинку мою. Ты же, вообще-все, капец. Ну, вот что-то типа того. Только это похлеще. Просто мы на людях это не показываем, это чисто наше. Вот, у нее то же самое. Она вот эта вот радость в ее душе, которая накопилась, и ее хочется выплеснуть вот этим вот этим вот. И несмотря на это, что мы нашли друг в друге много общего, мы никак не породнились, ничего. Мы просто понимали друг друга, вот, как бы, это все намного проще. И получилось так, что мы просто общались, как бы, как друзья, как знакомые скорее. И она мечтала о настоящей дружбе, я мечтала о настоящей дружбе. Но так как у меня была Феня, а у нее Эльза, и мы думали, что моя Феня – это прямо вот все мое, моя подруга навечно, а она думала также про Эльзу. И случилось так, что Феня уехала в другой город, и мы перестали общаться. А Эльза, получается, кинула ее, передала, и ушла к другой типа подруге. И нам было обоим больно, мы очень переживали. И в тот момент я была рядом с сыней, когда Настя, Найка переживала. Мне тоже надо была поддержка, но я это умела себе сдержать. И получилось так, что мы поселились в одной комнате. Я переехала к ней со своей комнаты, чтобы быть с ней 24 на 7, поддерживать ее как можно больше, быть рядом. и я помню наш разговор, мы ложились спать. Получается, и я такая говорю, ну, говорю, Най, типа, это прозвучит странно, как будто мы с тобой пара, но я не хочу в тебя влюбиться. То есть тебя полюбить, я не хочу тебя полюбить. И она сказала, я тоже не хочу, у нас просто общение, просто понимание. То есть мы даже не думали о том, что будет через пару лет. И сейчас вспоминаю, это очень странно, но... И мы были рядом, мы были вместе, мы поддерживали друг друга. И через время, через где-то полгода, мы, получается, как это сказать, начали понимать, что у нас появляется друг к другу привязанность, какие-то чувства, и трудно будет уже отпустить этого человека. Это будет намного труднее, чем у Най отпустить Эльсу, и чем у меня отпустить Феню. И это у нас происходило у двоих. Я лично чувствовала, что после того, как я начала к ней привязываться, я начала чувствовать, что это мой человек, что это прям вот часть меня, и действительно часть меня. И, честно, вспоминаю, это какое-то наваждение, какое-то чувство, как будто все вздерошиваются по новой. Я бы хотела все, чтобы на рядом со мной сидела, чтобы это все было вместе, чтобы мы об этом рассказывали вместе. Вот. И в одной прекрасной ночью, опять ночью, как мы ложились спать, мы начали разговаривать, и я ей говорю, что сидела, я помню это тоже очень хорошо, я сижу, говорю, Настя, я похожа в тебя, начинаю влюбляться, привязываться, меня это пугает, она сидела, для меня это был шок, честно. И она такая сидит, говорит, типа, не поверишь, у меня то же самое. Вот, как-то так. А потом появился лишний человек в нашей с ней жизни. Еще одна девушка. И Настя, Найка, начала проводить больше времени с ней, с этой девушкой. Меня, конечно, это все прям терзало, капец как терзало. Она не слушала меня, Ная не слушала меня, не слышала меня, и мне было от этого больно. И наши отношения сошли на нет, наша начинающаяся дружба сошла на нет, просто до нуля, и я переехала в другую комнату к другим девочкам. И вот жила с ними, они мне помогали, и мы где-то месяц-полтора не общались с Настей вообще. И потом однажды прекрасным вечерним вечером, короче, капец, мне начинает звонить телефон. Я подбегала к телефону, и мне звонит Ная. У меня сердце колодится, я говорю, что чего ты мне звонишь. Она мне говорит, мне нужна твоя помощь, приди, пожалуйста, ко мне. Я к ней поднимаюсь, и там она сидит зареванная, в слезах, и начали мы, короче, разговаривать, что-то делать. Я злилась, очень сильно злилась. Потом я ее положила, как бы уложила спать, успокоила, и она меня назвала, получается, именем этой девушки, с которой она общалась, и за которой мы поссорились очень сильно. И вот это был болезненный момент для меня лично, был реально болезненный момент. И получается так, что я потом ушла от нее, я с ней не осталась, я ушла в свою комнату, мне было больно, мне было обидно. Но мы продолжали общаться, это было лето. Получается, у нас было... Получается, мы друг друга как бы недолюбливали, но все равно общались как бы. И знаете, особенность Найки в том, что она скрытная, настолько скрытная, она никогда не покажет свои чувства, она никогда не скажет там что-то хорошее, она никогда не говорит слова «люблю» тем, кого она не любит. И она настолько вот... На ней много одежды, лишние, она скрывается, надевает маски, вот этого вот в ней, есть в ней это. И она никогда не говорила что-то важное, действительно важное. Если она что-то делала, действительно такое стойще, то я это замечала, и это и было как что-то такое важное, за что я цеплялась и сдерживала свои чувства по поводу того, что я думала, что я ей не нужна, что я ей чужая. И у нас был очень сложный период, очень сложный. У нас было много сложных периодов в жизни. Вы так сранно это все вспоминаете? Ребята, вообще, капец. Вот. Но ничего, мы через это прошли. Я же, наоборот, человек открытый. Я люблю говорить правду, как она есть, без каких-то привлечений. Просто правда, как она есть, в лоб. Может быть, это моя особенность. И я пыталась снять с нее вот эту вот всю лишнюю одежду. А она, наоборот, на меня пыталась надеть вот это вот все лишнее. И нас это очень сильно сталкивало с друг другом, что я говорю, Найя, не делай так. Она мне говорит, сделаешь ты неправильный. И вот это вот все таким куваком. Потом, получается, мы с ней... Я не помню уже из-за чего. Но это была конкретная ссора. Конкретная ссора. Но эта ссора нам очень многое дала понять, осмыслить. Мы с ней поссорились на два с половиной месяца. Это было что-то. Мы ненавидели друг друга, честно говоря. Но одновременно и скучали. Я не помню, что произошло. И я была у себя дома, она была у себя дома. Мы писались, перечиняли друг другу боль. Пытаясь поговорить, начинали ссориться. Опять я не хочу с тобой общаться, ты не хочешь со мной. Все. Опять на несколько месяцев. Опа, все. Потом опять привет, привет. И все это по-новой. А потом что-то у меня случилось. Какой-то, получается, боль. Мне причинили боль. Я ей написала смс, что я чувствую себя одинокой. Я чувствую себя никому не нужной. Мне больно. Мне себя не хватает. И плача это, мне пришлось смс, что, Наник, я тебя понимаю. Мы с тобой в одном котле варимся. И я переживаю там тоже за тебя, как и ты за меня. И у нас вот это вот началась переписка. И мы с ней договорились. Это было где-то на третьем годе нашего знакомства. Точнее, общения. И на третьем году мы с ней договорились, что мы дадим друг другу последний шанс в общении. Если получится, то получится. Если не получится, то не получится. И оставим друг друга, наконец, в покое. И, как ни странно, получилось. Получилось, действительно. И мы начали друг другу оценить с тех пор, вот как мы расстались на два месяца, не общались с ней вообще. Мы начали друг друга ценить, уважать. Как ни странно, мы говорим друг другу правду. У нас с ней лёгкое общение. Но это добивалась я очень тяжёлым путём, как и она. Она всегда мечтала о лёгком общении, о лёгкой дружбе. Но друг для друга сейчас как опора, как поддержка. И несмотря на то, что мы в разных городах, это всё равно есть. И мы всегда говорим друг другу правду. Какая бы правда болезненная ни была для неё или для меня, мы всегда говорим друг другу правду. Без правды ничего не выйдет. Это единственный закон, который я поняла, который я усвоила. Это надо говорить правду. Если человек твой, он примет это. Даже если ты делаешь какие-то ошибки, даже по поводу неё. Я делала очень много ошибок, я сделала очень много боли, ей причинила. И она простила меня, как простила и я её. Мы друг друга понимаем, поддерживаем, прощаем. То, что в принципе простить, если честно, нельзя. Но простили, и это нам даёт возможность доверять друг другу. И я знаю о ней всё до единого процента. И она знает обо мне всё. И знаете, это счастье, когда есть такой человек, который с тобой всегда, что бы ты ни сделал, как бы ты ни поступил, на какие бы грабли ты бы ни стал, что бы ты ни сделал, этот человек всегда с тобой. И ни разу за ближайшие где-то три года она не предала меня, и я не предала её. Мы делимся друг с друг другом всем. И настолько друг друга выучили на данный момент, что написав просто ей привет, она уже понимает, что со мной случилось. И, например, пишет там, что случилось, или там, чего ты плачешь, или, то есть, она настолько меня знает, что это радость, что мне не надо говорить, что у меня горе, поддержи меня. Нет, она всё понимает без слов. И как я тоже понимаю без слов. Если, например, она мне там позвонила, я иду там, с этого она мне позвонила, я уже по голосу могу понять, что что-то у неё стрясло, что что-то не так. И сразу вопрос, что случилось, рассказывай, без каких-то там лишних фраз. То есть, всё настолько легко, настолько обоюдно, и мне мой отец говорил всегда, что, типа, вот вы разъедетесь, и ваша дружба закончится, и там, вы прекратите общаться, точнее, вы будете общаться, но это будет всё обыденно. И каждый день вы прекратите общаться всё меньше, меньше, и меньше. И знаете, что я вам скажу? Он был не прав. Мой отец в этом плане был не прав, потому что, ну, мой отец всегда прав, но в этом плане он ошибся. И я рада, что я победила, что я победила его. И знаете, я уже долго болтаю, ну, ладно, скажу вам ещё одну вещь. Закон дружбы для меня такой, что говорить надо правду, довериться человеку. Не доверившись, вы не поймёте, твой или не твой. Надо довериться ему, надо говорить ему правду, и надо чувствовать. Это единственное, что есть, и пока вы не начнёте чувствовать вот здесь что-то вот такое вот, что это моё, и какие бы я ни сделала ошибки, какие бы она ни сделала ошибки, это моё, вот оно родное. И сквозь года вместе, сквозь ошибки вместе, сквозь боль вместе, это действительно важно. Просто чувствовать, доверять и чувствовать всё, больше ничего не надо для настоящей искренней дружбы. Доверять и чувствовать. Естественно, в доверять, в скобочках, идёт, что без предательства, без обид, это всё входит в это. И итог моего видео такой, что если вы чувствуете, что это ваш человек, то это ваш человек. И фраза «твоё от тебя не уйдёт» — это неверная фраза, ребята. «Твоё к тебе вернётся». Вот, верная фраза. И я это освоила, я это поняла, и я рада с вами поделиться своим сокровенным. Спасибо за просмотр!